Александр Анатольевич, я вас приветствую. Вот так вот. И вот так вот. Маленькие хитрости. Ну, у всех даже хитрости. Мы не час с тобой до этого пили чай. У меня маленькие телевизионные игры. Да, у больших людей большие хитрости. У вас большие хитрости, наверное. Да, и тоже. Ну вот, меня такая хитрость интересует. Ширвинд руководит уже столько лет театром. Как это может быть? Как может быть человек, который... Видно же, что вы добрый человек. Вы же не можете уволить, наверное, никого. Как, к сожалению, да. Ну, а какой же руководитель, который не может увольнять, интриговать? Плохой какой. Ну, зачем это вам надо? Ну, если говорить серьезно, то это была такая безвыходная ситуация. Не вчера, правда. Это было, знаешь, сколько? Двенадцать с половиной лет назад. Ду тысячный. Как дым. Ну, просто наш незабвенный Матвейн Николаевич Плучик. Вот. Он же руководил театром тысячу лет. Ему было девяносто. Девяносто. Сейчас, когда мне почти девяносто... Ну, ладно. Вам в будущем году только восемьдесят. Все равно, это неслыханно. То есть вам еще девятьсот девяносто лет. Ты даже не представляешь, как все быстро. Я ничего тебе не предостерегаю, но имей в виду, в секунду. Я знаю. В секунду. У тебя внуки же есть, да? Да. Но один, у вас два. У меня двое правнуков. Уже? Да. И вот когда правнуки, и когда начинаешь понимать, как это все... То, к тому, что действительно он был физически плохой. Весь плохой. И вот это все началась, эта бодяга. Вот внуки, кстати, если про них упомянули, они ведь не пошли по стопам. Абсолютно. Да. Но они хотя бы в театр ходят, ваши? Ну, вынуждены. В качестве зрителей. Вынуждены. Вынуждены. Все-таки дедушки. Они стоят в углу с обреченным видом на банкете после премьеры. Они же на премьеру ходят, да? И вынуждены с такими натянутыми улыбками, сделанными. Это очень мило, мило. Да. А есть же такие замечательные, оценочные, да? Нет слов. Ну, нет слов. А потом... Очень удобно, да. Да, но неслыханно. Если мы упомянули премьеры, какие премьеры будут в 13-м году, в 14-м, в 15-м, если уже известно? Веки? Веки. Да. Вообще, когда сейчас идут в наше время разговоры о лице театра, о репертуарной политике, я обожаю тоже это. Какова репертуарная политика театра? А лицо театра, оно не идет вразрез с репертуарной политикой? У меня начинается сердцебиение и потеют коленки, потому что это ведь не от хорошей жизни сегодня некоторая нивелировка этих тех репертуарных политик и лиц театра. Вот ушел из жизни замечательный Петя, Петр Наумович Фоменко, да? Вот было лицо. И с этого лица Петя никогда... Я не говорю Петю, потому что мы были знакомы и дружили тысячу лет. Я у него играл в спектакле. Жака Меланхолика тысячу лет назад. В общем, мы дружили. Вот это лицо театра со своим театром. Вот Марк Андрюль Захаров, мой замечательный друг. У него лицо театра и он со своим театром. Театра Вахтанговская, это разные. Есть какие-то нюансы, но все-таки общие. Сейчас вот 150 лет со дня рождения Станиславского. И великий Станиславсковед Толя Смелянский, замечательный эрудит. У него такая огромная голова, замечательная. Такая шикарная выгребная яма эрудиции. И там у него варится ненависть к тому, что забыли Станиславского. Он прав. И вот это вот клеймо наше, что мы работаем по системе Станиславского, это вот на один день, на юбилей. А потом все, к сожалению, уходит в рыночную экономику. Я утрирую, хотя немножечко в этом есть. Я к чему это рассказываю? Да, к чему? Что премьера сегодня, театр сатиры, над нами этот вот бирка. Знаете, даже где-то я отвечал, по-моему, в аргументах и фактах. Вот в Москве театр сатиры. А где же сатира? Спрашивает Галя Писькина. Я понимаю, что это за Галя Писькина, которая сидит в отделе культуры. Ну вот, и я отвечаю на полном серьезе. Я говорю, что, а почему? Есть театр Гоголя, который раньше был театром транспорта. Очевидно, потому что он около Курского вокзала существует. Есть театр Пушкина. Это же, это не значит, что там должны идти только Гоголь и Пушкин, да? Или про электрички ставить пьесы. Так и театр сатиры. Не обязательно только сатиры. А сегодня это все-таки театр имени сатиры, театр памяти сатиры. Как сейчас можно пересатирить, например, любое вот такое проявление Владимира Вольфовича? Вот это апофеоз. Да, он величайший клоун, я считаю. На хорошем смысле. Ну как? И главное, неважно где, трибуна, мавзолей или, как называется, хочу быть миллиардером, все равно это совершенно вакууме существующее явление, не слышащее, не видящее полемики. Вот, как же я могу замахнуться на такой жанр? Я могу только его пригласить. Ну а в принципе, то есть вы вообще не видите объектов для сатиры в нашей нынешней жизни? Объектов навалом. Конечно, но если честно говорить, я не очень люблю само слово. Ирония, юмор, пародия. Вы не любите эти слова, потому что эти слова-синонимы Ширвиндт, вот Ширвиндт когда-нибудь станет именно нарицательным, и вот он будет через запятую вот с этим со всеми перечисляться. Я человек самый ироничный, действительно, я про себя думаю хуже, чем про что бы то ни было. Хуже, чем про Жириновского. Представляешь, до какой степени самоунижение я дошел? Это признак гениальности, говорят, что вот такое отношение к себе. Не всякий человек, который самый ироничный, гений, но всякий гений должен обладать самой иронией. А давайте все-таки к театрам вернемся. Как вы относитесь к тому, что сейчас вот пошло такое поветрие, новаторы такие приходят руководить театрами. Вот я беседовал с Кириллом Серебренниковым, с Менчишковым, который возглавил театрами. Это вот какая-то, это мода такая сейчас пошла, или это необходимость какой-то свежей, свежую кровь? Ну, конечно, необходимость. Это необходимость, потому что, понимаешь, мы же действительно, ну, старые. Другое дело, что эти замечательные ребята, очень талантливые, да. Вот программы, с программами и с точками зрения, да, и с категоричностью, хотелось бы немножко подождать. Сначала явление, потом заключение. А вот разогнать, закрыть, этим не давать, стариков на погос, да. Это замечательно, это жизнь, да. Но бы хотелось все-таки, чтобы хоронили после того, как родилось что-то неслыханное. А то вот, поэтому они замечательные ребята, я бы немножко их утихомирил в точках зрения. Ну, вы можете, вы же на самом деле... Нет, я могу только посоветовать. Ну, да, вы достаточно авторитетный человек для того, чтобы... А так, конечно, ну куда же, это же, ну куда же, ну куда же, надо же, ну надо же же же. Ну, вы смотрите, ведь с другой стороны, это ведь Москва сейчас становится реально театральным городом. Очень много ходят в театры. Слово театр, это модное слово. А ты знаешь, что было время, ты еще не был дедушкой, была паника страшная, 90-е годы и так далее. Не было зрителя вообще, и не то, что там в этом театре ходят, вообще все бросились строить новую житуху на полном серьезе, да, и все. Сейчас, тфу-тфу-тфу, у нас, чего хвалиться, у нас 1220 мест, не считая малой сцены. Вот сейчас, сегодня, тфу-тфу, этот сезон, ну просто аншлаговый, да. И не только у нас, я так смотрю, ну, дифференцированно. Что это говорит? Очевидно, немножко нажрались гражданственностью и решили отдохнуть. Ну, а что еще можно театру пожелать, кроме зрителей? Я не понимаю, это же показатель, в общем-то, тогда все. А я вот думаю, там, сейчас у нас уже всех есть статуэток этих самых, призов, маска, круглого трон-дота. Вот, мы не избалованы. Но, тем не менее, когда вот сегодня, кстати, в театре вывесили, что наш театр за спектакль, дороги, которые нас выбирают, это такой, действительно, наш чистый российский мюзикл. Это Андрюша Семенов и, значит, написал это по Генри, они сделали спектакль, я им помогал. Вот, и мы получили на фестивале премию, называется «Гвоздь сезона». И прямо даже в моем ироничном отношении ко всему делу, висит в театре создатель и участник спектакля, поздравляют с премией «Гвоздь сезона», думаешь, «мммм». А какая вообще из премии наград ваших была самая неожиданная для вас? Или вы, напротив, как-то думали, что, ну да, наконец-то получил я там народного? Или там, все это было? Ну, понимаешь, это у нас вот эти народные, заслуженные, это же уникальные в мировом масштабе истории. А вообще страна уникальна. Да, в этом плане тоже. Знаешь, вот сейчас у нас новый гражданин, этот какой-то, Депортье, да? Он мог сейчас стать заслуженным артистом, где, в Бурятии, что ли, предложили работать? Ну, где-то предложили, да, покупки. Депортье, заслуженный артист Бурятской СССР. Ну, его бы обратно во Францию уже не пустили просто из-за этого звания. То есть вы неодобрительно тоже к нему относитесь? К нему? Нет, почему? Он замечательный, мощный мужик. Ну, просто, понимаешь, когда кругом такое количество гениальных русских актеров, да? Вот так все время... Ну, а какие, с вашей точки зрения, недооценены гениальные русские актеры, которые... Масса. Ну, кроме вот... Я, ты понимаешь, что я ведь не знаю их фамилий. Но я, в смысле, цыганской нашей профессии, мы же мотаемся. И попадаешь в каком-нибудь Таганроге, Брянске, или где-то, да, случайно в театр, и видишь пожилых актеров, например, да? И заглядываешь, думаешь, а-а-а, другое дело. Система вынимания оттуда и перенесения сюда. Да, и тут дико... Были случаи, прецедентов очень много. Людей, которые настолько там приживаются, что в этой, в нашем мегаполисе, в этой страшной варильне в котле не приживаются. Скажите, а в этом мегаполисе, в нашей Москве, у вас есть какие-то азисы, какие-то любимые места, где вот вы себя ощущаете комфортно? Я, когда нужно там слова подучить... Я же еще и на сцену иногда выхожу. Я сажусь в автомобиль, если меня не везут в выходной день у водителя, я еще чиновник, да? Я сажусь рано утром... За руль самостоятельно? За руль, за руль. Я умел ездить. Нет, я не сомневаюсь, но просто при вашем статусе вы можете сильно позволить. И я, значит, еду, когда тихо, я еду к Никитским воротам, там, к Арбату, и заезжаю в свой переулок, где я прожил самый счастливый период своей жизни. От нуля до, что-то там, 30 лет. Вот. И стою в скатертном переулке, или заезжаю с другой стороны в Хлебный переулок. Там Хлебный, скатертный, Мерзляковский, столовый. И стою, и смотрю, там в кругом биржлагбаума раньше не было, проходные дворы были. И стою, смотрю на свой дом переулки. Вот. Он еще виден. Вот. И там я сижу спокойно за рулем, и, значит, учу слова. И никого нет, ни собак, ни звонков, ни артистов. Вот это счастливое время. А, кстати, что... Никого нет, ничего не катится. Ты знаешь, как это? Катится колобок, а на встречу ему катится глобус. Ты знаешь, где это? Нет. Колобок говорит, ой, блин, ну на колок. Я хотел спросить, а машина какая? Вот, про пиаринга. На которую я когда-то ездил. На которой бой вы сейчас. Победа. Нет, сейчас-то вы не на победе. Сейчас-то нет, сейчас у меня как-то ребенок подарил машину, называется Вольво. А, Михаил, да, в смысле? Да, ну какая. А вы знаете, кто живет сейчас вот в вашей, условно говоря, квартире? Вы знаете этих людей? Нет, туда не пускают. Не пускают? А там музей? Ну какой музей? Я не думаю, что там музей. Нужно сделать музей. Там музей, наверное, по интерьеру. Потому что я жил в квартире, где было семь семей. Семь семей. Это коммуналка была, да? Ну, конечно. У нас было две комнаты, мы были буржуи. Остальные, значит, вот шесть. Вот. А сейчас там идет от подъезда ковровая дорожка, прямо на переулок, да? Огромное количество замков стоят эти кнопки, сет. Я когда-то, много лет назад, думаю, лет 15, мне очень было интересно подняться на четвертый этаж и постучаться. Ну, я уверен, что там, знаешь, когда сейчас целый этаж, это одна квартира, как сейчас живут настоящие люди современные. Но вы так не живете? Не пустили. У вас не целый этаж? Не пустили, нет. Нет, туда-то не пустили. Я понял, но у вас же не целый этаж, разве сейчас? У меня? Да. У меня целый этаж, но там пять квартир. Ага. Не мои. Понятно. А у вас ведь любимым городом должен быть город Кутузово, который на самом деле город Ширверн. Это самый восточный из германских городов. Рядом с Кенигсбергом, то есть с Калининградом. Ведь этот город, вы должны приватизировать этот город. Были попытки. Были попытки, да? Были попытки. Вы же книжку написали про этот город Ширверн. Книжку, да. Это действительно уникальная история. Это город Ширверн был. Он во время войны уничтожен до корня. Когда мы туда ездили, я со своим партнером и другом с Державиным, мы поехали на какой-то юбилей соседнего города. Так как это входит Кутузов, Красногвардейский, Краснознамёнский. То есть от Ширверн вообще ничего не осталось? Блиндаж один до сих пор, заросший. И фундамент Кирхи. И всё. И когда мы приехали, они где-то откопали такую, значит, палку. И на нём, значит, настоящий немецкий транспарант, написанный, естественно, латинскими буквами Ширверн. И они поставили около пустыря. И я весь в слезах от умиления. Мы подъехали к этому. И вот всё время я думал о том, что хорошо бы купить там, купить эту земельку. Теперь есть уже Ширверн, да, из этого, из бункера, да, сделает погреб для венца. Нет, там театр можно сделать? Театр. И в этом бункере и театр. Там населения нет. Я бы играл, а Державиным смотрел. Нет, нашлись бы люди, которые сюда приезжали досмотреть. Я уверен абсолютно. Ты приехал бы, да. Абсолютно точно. Да вот Ширверн, да. Я нахожу на все спектакли. Почему он стал Кутузовым, непонятно. Логики никакой. Ну, логики вообще в жизни мало. Мало, да. Ну, хотя бы приблизительно корни найти. А скажите, а вот если мы говорим про корни, а в Одессе вы бываете? В Одессе, да, в общем, да, когда зовут город, это родина моей матери. Да, 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 я по этому спрашиваю. Да, да, Одесса отдельный город, совершенно уникальный. И поэтому, как ни странно, не выветривается ни дух, ни колорит, ни напевность, никуда. Казалось бы, как говорили, все уехали. А кто же остался? Почему все осталось? Нет, Одесса, она неистребимая. И не только потому, что Живанецкий, а потому что Одесса. Давайте вернемся все-таки к юбилейному сезону. Давай. А к юбилейному сезону. Планы юбилейного сезона. Все-таки они как-то и не были. Знаешь, что 90 лет будет через год, да. Чего-то пришло в голову у нас с моим коллегой Юрием Борисовичем Васильевым, который сейчас очень мне помогает, потому что у него режиссерское мышление. Чего-то, знаешь, я вышел на улицу поздно, после спектакля. Ну, ты знаешь, что, может быть, кто-то не знает, что мы стоим на Триумфальной площади. Это площадь Маяковского. Да, да, конечно. Когда это, знаешь, когда раньше... Где находится театр статира? Он там же находится. Только раньше он был на углу улицы Горького и площади Маяковского. А сейчас он там же стоит, но на углу Тверской и Триумфальной. И вот посреди Триумфальной стоит этот несчастный Маяковский, закрытый забором. Он сейчас высоким, якобы для того, чтобы там что-то искать и рыть. На самом деле, чтобы меньше было вокруг демонстрантов. Это ваша версия или это... Нет, это так и есть. Поэтому все не жмутся к театру демонстранты стоят. И он стоит, и за забора видна только его голова. Очевидно, он так боится, что его вот переименуют в Бродского. Короче говоря, и торчит эта голова, этого великий, лучший, великий поэт нашей эпохи. Его почти не видно. И у меня такое ощущение, когда едешь, что он вытягивает голову, памятник из-за забора, что я ищу здесь. И я подумал, Маяковский, который вообще для театра сатиры при помощи Плаучика Юткевича, это вот была и мистерия Бу, Баня, Клоп, это была фантасмагория. И вся этот миф о том, что в драматургии Маяковского не ставили, на нее нельзя поставить, они поставили. Но даже если сбросить эти три замечательные произведения, взять, я взял раннего, с Юрком, раннего Маяковского, Маяковского, сейчас даже принято было сюда сравнивать с 13-м годом России, помнишь? Россия 13-го, а сейчас 100-летие 13-е, да? И вот Маяковский 13-го года, это вообще мистика, что это такое? И потом Маяковский 13-го года, хулиган, бандит, футурист, работающий в цирке с обозрениями такими, абсолютно сексуально страшными, потом вот это вот его коммунистическое прозрение, эти поэмы хорошо, окна разинов стоят в магазине, потом самоубийство, и потом вот эта голова, торчащая над забором, у меня это сложилось в какую-то такую фантасмагорию. И, по-моему, это очень легло бы на столкновение сатиры, театра сатиры Маяковского. И вот мы решили, фу-фу-фу-фу, попробовать такую вот сделать Маяковиану. Понимаешь? Тем более, что есть все-таки... Когда? Это вот мы уже говорили про... Сейчас вот начать над этим работать. Вот, если бы это получилось, я бы был бы счастлив. В этом есть и смысловая, и территориальная, и философская логика. Хорошо, а где будет стоять памятник Ширвинда в Москве? Есть место, где вы видите памятник актеру великому Ширвиндеру? Есть такое место в Москве? Ну, чтобы не сносить. Во-первых, начинаешь собирать деньги. Это... Да деньги будут. Просто еще времени пришло, еще много будет сделано. Вообще, страна у нас мистическая. Недавно мы открывали доску Грише Горину. Холодно было. Я стою с ребятами. Огромную здесь роль сыграл Гена Хазанов, я знаю, пробивание этого дела. И я думаю, и там даже не доска, а он жил много лет, прямо на... Вот Армения магазин, начало улицы Горького, Арка, Нездяковский переулок. И там жил Гриша. И вот посреди Москвы, да, в самом центре, это не доска, а его замечательная, мудрая голова, очень хорошо сделанная, не забыл фамилию, такой еврейский Сократ медный, торчит, большой, да, посреди Москвы. Григорий Израильевич Горин здесь жил. Думаю, страна совершенно неистребимых нюансов. Страна неистребимых нюансов, это войдет в лагу. Как это могло быть? Ну все, это для того, чтобы... Это же, это же, это уже на века. Так что не важно где, важно, чтобы было. Наша страна стала страной этих самых нюансов благодаря тому, что есть такие люди. Есть люди с неистребимым чувством юмора, есть люди красивые, такие как Ширвинд. Я сейчас с вами разговаривал и понял, что если бы снимался Байофик, ни в Голливуде, нигде мы не смогли бы найти актера, который бы сыграл бы Ширвинда. Только сам Ширвинд может быть Ширвиндом. И памятники будут, я уверен. Огромное вам... Спасибо. Я тебе это припомню. Нет, я всегда отвечаю за слова. Огромное вам спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Замечательный совершенно разговор. Раньше не было насчет неистребимых нюансов? Это вот прямо сейчас... Придумаю, не придумаю.